Дэн Абнетт задумывал свой инквизиторский цикл как трилогию трилогий, но он сам же и разрушил собственные планы, когда начал писать повесть для сборника всех рассказов про инквизиторов. Так на свет появился роман «Магас» в составе архивов Грегора Эйзенхорна. Все рассказы из этой антологии уже когда-то публиковались в оригинале, но никогда не выходили под одной обложкой. На русском языке часть истории появляется впервые. В предисловии Абнетт прямо заявил, что для понимания Магаса их можно не читать, но это не совсем так. Прямое отношение к четвертому роману про Эйзенхорна имеют два рассказа — «Диковина» и «Сады Тихо». В них Абнетт рассказывает о Магасе-биологис Валентине Драшере, который прибыл на планету Гершом для составления классификации всех местных животных. В дальнейшем Валентин станет главным героем Магаса, а Гершом — единственным местом действия нового романа. Магас заметно отличается от трилогии Абнета про Эйзенхорна, но дело тут не в том, что Дэн набрался опыта и стал писать лучше, а в том, что роман не написан от первого лица. Если вы ждали, что Магас будет похож на Атлас преисподней, то будьте готовы разочароваться. Эта история не написана с точки зрения человека, для которого ересь и взаимодействие с Варпом — каждодневная рутина. Чтобы понять, из каких кубиков сложен роман, достаточно прочитать все предшествующие ему рассказы. В «Диковине» рассказывается про Ксеноса Баскервилей, в «Регия оккульта» — про орка-потрошителя, убивающего бомжей и проституток. В фоне за дополнительную крону — про фотоаппарат-убийцу. Прочитав рассказы, вы вряд ли удивитесь дому с привидениями, ожившим мертвецам и феям, утаскивающим жителям совсем не Англии, на тот свет в Магасе. Дэн использует узнаваемые образы и даже не скрывает этого. А для такого нужно обладать заметной наглостью. По ходу написания серии, охота на членов когнете и сбор энунции, не языка древних, стали для Абнета золотой жилой для рассказывания историй. По его произведениям прекрасно видно, что без этого стержня он может лишь нагло встраивать палповые крипистори в сеттинг сороковника. Но как только появляется великое противостояние, классические тропы готических историй вполне неплохо встают на свои места и начинают работать. Валентин Драшер стал главным героем по нескольким причинам. С одной стороны, Абнет планировал повесть. С другой, человек науки, магас биологис, как нельзя лучше подходил на роль героя, который бы начал рационалистически изучать варм. Но из-за недостатка информации о нём всё равно продолжал бы пугаться призраков и зомби. Эйзенхорн же не мог стать главным героем этой истории по одной причине. Он был сломан об используемой Абнетом тропы. Но не получился бы хоррор, если бы история подавалась от лица персонажа, который на протяжении трёхсот лет регулярно взаимодействует с тем варпом, о котором пишет Дэн. Это у Фехер Варри варп способен переписать прошлое персонажа таким образом, что он этого даже не поймёт. У Дэна изнанка максимально рационализирована. Абнет априори не может написать ничего, что бы напоминало атлас преисподней. По одной причине. Это не то, что ему интересно. Ему куда ближе использовать знакомые ему кирпичики и писать про готическую Англию, чем закапываться в мету сеттинга. Терминологический язык героев Магоса скорее напоминает каких-нибудь охотников за привидениями, которые через рационализацию сверхъестественного получали над ним власть. Учитывая, какие термины и образы используют персонажи Абнета, мне кажется, подобные произведения вполне могли бы существовать в рамках Сороковника. Их могли бы писать авторы «сытых миров», а читатели с удовольствием просить добавки. Ведь книги не раскрывают сущности и ужасы варпа, а лишь заигрывают со знакомыми образами. Но стоит ли удивляться тому, что из себя представляет четвертый роман про Эйзенхорна? Нет. Это ровно то, что с удовольствием читают люди, далекие от Вархаммер 40 тысяч. Магос написан намного лучше, чем оригинальная трилогия. И это неудивительно, ведь 20 лет прошло. Произведение Магос — это ровно то, за что Дэна некогда и полюбили. С этой точки зрения роман точно удался.